Доброе утро, мой дорогой друг. Да, ты не ослышался. Именно доброе утро. И как говорилось в одном известном фильме, по утрам бьют или аристократы, или генераты. Кто я, определишься сам. Поехали. Суть этого выпуска заключается в том, что я наконец-то, наконец-то попал в отпуск. Блин, не прошло и года. Да нет, прошло больше года. И я добрался все-таки в свою честную, ослуженную недельку отдохнуть. И, как обычно, я приехал в один и тот же отель. Не буду завешивать его название, если внимательно разглядишь, невнимательные твои проблемы. И каждый раз в этом отеле всегда тебя встречает бутылочка шампанского. Все время одна лаэка лаэка лаэка. Ша-то тамай. Вот того мы с тобой и будем разбирать ша-то тамай. Блин. Так вот, почему я тебе говорю доброе утро? Потому что это тот аппетит, который имеет смысл пить по утрам в отпуск. И сегодня у нас будет местом для отпуск. Он заключается в следующем. Как нужно начинать утро в отпуск? Вот так мы его и назовем. В приличных домах он был, а принято начинать утро с шампанского. Да, ты меня слышишь? Очень часто бывает и в хороших отелях, и в каких-нибудь попустных домах. Да, чаще всего все-таки. В хороших отелях по утрам на завтраке предоставляется один-два бокальчика шампанского. Так же, опять же, в крыльях. Когда ты приедешь себе, подгоняю такой подарочек, опять же, от отеля. И это приятно. И так как я это шампанское, так или иначе пью уже, ну, сколько? Ну, 6, наверное, или 5 или 6 раз я еду в этот отель. А вот, соответственно, 5-6 лет, где-то вот около того. Я все время хотел не рассказать, но рассказать именно 10 долларов. И то, что я сейчас видел. Короче, Шато Тамань брют, причем оно еще брендировано под отель, но это значение не имеет. Продается у нас везде, в каждой пятерочке есть, пофигу. Стоит вот столько копейки, по сути говоря. Есть шампанские, которые, на мой взгляд, стоят немного дороже или дешевле, но пить невозможно. А это, это уже тут, тетка Илайс, вспомнил, что Шато Тамань. Слушай, а здесь нигде написано, что за шампанское, ну, слава богу. Российское и гристое, он обещанным географическим указанием. Кубань, Таманский полотов, брюк белое, Шато Тамань. Ну, вот у вас надпись шампанское управление, зато написано, что белое и гристое. Как обычно, не определились с градусностью, то ли 10, то ли 12, ну, ладно, это у нас стандартная история. Чем не дороже вино, тем всегда такая плавающая градусность. Объем 0,75 стандарт, как мы любим, бутылочка с нашим стандартной бутылочкой тоже, как мы любим. Вот, год урожая 22, красота, то нам еще надо знать, сахара, да, и вру, так ебать, сахара, вот такие. Нас это не парит. Нас с тобой парит то, с чего начинать, блин, я все ремет это, по утрам кьют, аристократ, ледминат, вот это вот вставочки из Финни. Шампанское по утрам кьют, или аристократы, или дегенераты. Что мне всегда нравилось в этом деле, что даже это недорогое, но все равно пробку сюда ставят пробку, казалось быть мелочь, а приятно. Несмотря на то, что, а-а-а-а, да, я свинься, чушь теперь поделал, несмотря на то, что, а-а-а, игристое было отложено, оно немножко, А-а-а-а, да, почему немножко, ну, пинцы, это нормально, для игристота. Вот. И что я могу сказать? По утрам кьют, аристократ или дегенерат. А-а-а-хе-хе. Дегенерат. Так вот, ароматика. Чем-то игристенький. На вкус. Как отпуск. Если ты когда-то пил наш российский шампанский, ты поймешь смысл этого вкуса. Оно примерно одинаковое. Есть достаточно ярко выраженная прутовая нотка, плюс какая-то вот эта вот, как бы это правильнее сказать, серная, наверное. Да, наверное, серная вот. Есть вот такая остаточность, или рубли кислоты, или серая, хреново, поймешь, что это такое надо будет специалист. Вот наши ребята из Виногио поинтересоваться. Что это за оно? Но на вкус, на вкус вот это. Да. Приятная. Легкая кислинка. Оно кисловато, сразу скажу. И если злоупотреблять этим делом, то вы жёете гарантированно. Поэтому, в принципе, больше одного-двух бокалов не требуется. Как жаль, что мне приходится здесь употреблять одному, потому что я снимаю это. Может сказать, это с алташечки. Наливай. Ты потеряла. У меня голова упала. Только хотел сказать, что я здесь выпиваю один. Дай мне, я покажу. Ну, отобери. Вот это голова. Я? Нет, вообще это было вот так. И это висело в проходе. Вот это нам повесили в номере. Я сижу и думаю, что это кролик или мне угрожают. Как думаешь, напишёшь в комментариях, что это такое? Так, забирай этот кошмар. Забирай шампунь. Наливай. Забирай шампунь. Я пойду с ним пить. Не надо с ним пить, значит. Он теряет брошку. А, надо, надо. Тих, 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 тих. Я сейчас объясню, в чём прикол. Я назову его Ромарио. Тих, тих, тих. Сейчас Ромарио, погоди-ка. Он, дай мне. Объясняю, почему Ромарио, да, мы его тебе назовём Ромарио, теряет голову. Ты его полу раскрутил, Миша. Ну, ты соберёшь, я знаю, ты спрашиваешься. Вот тебе Ромарио. Нет, разобрал. Лен, у вас есть с чем заняться. Ты убил Ромарио. Между прочим, без этих губ он стал хотя бы похож на Мини-кохмарность, что? На, держи. На, 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 на. На, на. Каких-то ярких вкусов, где искать, не надо. Это неплохое, в принципе, игристое, очень недорогое. Злоупотребляетелям не надо, но наутро, наутро бокальчик два прекрасных. Когда ты на отпуск, или когда у тебя выходной, вот тебе рекомендую прям попробовать, да, давай даже таким образом. Сегодня, конечно, пятница, я понимаю, что пусто нас ходит по пятницам, но я надеюсь, ты вспомнишь эту рекомендацию утречком и с утра, для разнообразия, субботу или воскресенье, когда тебе не надо никуда ехать за руль или что-то бежать. Ты возьми, достань из лодиночки, бутылочку холодненького игристого, можешь, томань, может, в принципе, может, в принципе, что угодно. И налей, и себе илюми, и выбей, и поймешь, что по утра можно кайфануть. Бокальчик игристого с утра настраивает на такой легкий, ну, не рабочий, я бы даже сказал, а какой-то эридическо-отдохновенный настрой. И ты после него хочешь пойти чего? Правильно. Я сейчас пойду гулять домой. А ты можешь там погулять в море, в парк, в лес, в огород, в сад, да господи, куда угодно. В отборку собака погуляет, просто погуляет, да блин, просто посидеть, потупить, ведущих, тоже прекрасно. Но главное помним, что бокал 2, это хорошо, а вот бутылка 2, это уже день потерян. Поэтому не будем тут тренять, а пойдем дальше трюкаться там, не знаю, кто на море, кто куда. Дорогой, хорошего тебе дня, текущего дня. Прекрасный напиток, я даже по секрету скажу, когда у нас какие-то там мероприятия, надо много закупать алкоголя, я беру вот это вот недорогое шампанское, ну, прости, господи, белое, игристое, и народу нравится. Право потом приходит все это, что сладенькое, потому что это все-таки брюк, он сухой. Здесь, наверное, нужно было бы рассказать про вкус, ароматику, все дела. За свои деньги оно все есть. Я бы даже сказал, на мой взгляд, этот напиток даже чуть-чуть недооценен, потому что он по-хорошему должен стоить подороже. Нам, опять же, на мой взгляд, и с другой стороны, не надо его делать дороже, когда его будет сложнее закупать очки. А так, прекрасный напиток, прекрасный начало дня. Что же, могу сказать, хорошо тебе отдохнуть, в будние, в выходные, я не знаю, когда у тебя выходные, но желаю тебе голосненько отдохнуть. Давай, мой дорогой друг, обнял девчонки, что я могу сказать. Этот тост за вас. Нет, не сидя, стоит. Нет, стоит как-то быть в лоб. Нанимите своему благоверному, что неплохо бы иногда в выходной день начинать с бутылочки игриста, либо все-таки иногда выбираться в отпуск. А я пошел. Пока. Давай, до новых встреч. Обнял.